История средней школы номер 12 имени Константина Губаревича началась в непростые послевоенные годы, когда страна восстанавливалась после трагических 40-х. Конечно, тогда о больших площадях, просторных кабинетах никто даже не мечтал. Главное было наладить систему, запустить учебный процесс. Непростая задача сделать занятия по-настоящему интересными и увлекательными легла на плечи педагогов и администрации. И с этим они справились. Уже в 1949-м школа переехала из небольшого здания на Комсомольской, 52, в Большое Просторное по адресу Карла Маркса, 70. Тогда в учебном заведении было чуть более 300 учащихся. Так, год за годом учреждение росло и развивалось, несколько раз меняя прописку. И вот свой 70-летний юбилей школу номер 12 встречает в просторном здании с большим коллективом учащихся и педагогов. В школе комфортно, чувствуют себя как учителя, так и дети. Но то, что у нас комфортно работать, подтверждает то, что учителя работают очень давно. Некоторые по 30-35 лет, даже по 40 лет работают. Я, например, сама работаю 30 лет в этой школе, а в должности замдиректора 20 лет. И, конечно, комфортно не только учителям, но и нашим детям, потому что к нам приезжают дети с разных районов. Современная средняя школа номер 12 – это большой образовательный комплекс. Кроме непосредственного постижения азовучебной программы, в учреждении работают три детских коллектива с грифом «Образцовый». Городской музей – Брест театральный, вернисажи которого известны далеко за пределами учебного заведения. Особое внимание уделяется патриотической и воспитательной работе. Жизнь в учреждении проходит насыщенно и ярко. Скучать ребятам здесь точно не приходится. У нас разные есть лагеря. Я хожу в летние, ходила в прошлом году, очень интересно. Разные мероприятия, ходили в кино. Интересно очень. Друзья всегда мне доверяют, я не должна их подводить. И я им тоже доверяю, чтобы не подвезти. Учителям помогают там, я их тоже не должна подвезти. На алимпиады каких-то должна обязательно выиграть, чтобы оставить в честь нашего класса. Там подруга должна выиграть. Всегда поболеть, как за родных. Большое торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло во Дворце культуры профсоюзов. В праздничный день поздравить педагогов и администрацию школы спешили те, кто имел и имеет отношение к учреждению образования на протяжении многих лет. С особой теплотой и любовью вспоминают школьные годы выпускники разных лет, а также те, кто долгие годы дарил всего себя образованию. На всю жизнь запомнила, как меня принимали в пионеры в первом классе на 8 марта. Была весенняя теплая погода. Я расстегнула пальто, красный галстук и бежала навстречу бабушке. Бабушка с Полтавы приехала в гости. Это событие, конечно. Класс у нас был девичий, одни девочки. И только мальчик у нас первый, панов, появился в четвертом классе. Говорят, когда воспитываешь ребенка культуру, в нем воспитывается и нравственность одновременно. Так оно действительно и происходит. На сегодняшний день у нас три образцовых коллектива, которые уже не раз подтверждали, что они образцовые. 25 человек работают только на этот профиль, по направлениям. Практически все дети в нем участвуют. День рождения – это всегда знаковый праздник, особенно если дата круглая. В торжественной обстановке лучшие из лучших были удостойны дипломов и благодарности от руководства города, а также администрации учебного заведения. Все это за особый вклад в воспитание брестской молодежи, за большой труд по формированию из обычных малышей талантливых людей, специалистов, профессионалов своего дела. Школа успешна своими выпускниками, школа успешна своими учителями, педагогическим коллективом. И все это радует руководство органов управления образования, руководство города. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Адвард Букунович, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова